Центр психических заболеваний, в народе более известный как больница Шархат, имеет 80-летнюю историю. Для реализации закона здравоохранения в 2006 году клиника была переорганизована. Теперь здесь предоставляется помощь и лечение на разных стадиях болезни. Кроме этого, центр планирует усовершенствовать методику лечения, особенно от алкогольной и наркозависимости. Это потребность времени. Сейчас по всей стране наблюдается тенденция увеличения количества больных. При лечении наркомании в зависимости от психотропных веществ мы используем лекарственные препараты и зарекомендовавшие себя методики психотерапии. Но здесь самое главное, чтобы больной в процессе лечения принимал активное участие, чтобы помнил, что самостоятельно он не может контролировать организм. И чтобы полностью избавиться от недуга, ему потребуется продолжительное время и помощь врачей. Сейчас по всей стране работают исследовательские группы, которые проводят обследование граждан на предмет психических отклонений. На основании собранных результатов будет разработана конкретная методика предоставления помощи. Разработка долгосрочной политики в любом деле не будет иметь результатов, если она не имеет под собой научных исследовательских обоснований. Получается, что без знания ситуации в стране политика будет проводиться вслепую. Поэтому нужно обратить внимание на достоверность результатов и добросовестную работу этих исследовательских групп. В центре работает и детское отделение на 25 коек. В основном сюда поступают дети с игроманией и наркозависимости. В связи с увеличением роста таких несовершеннолетних, врачи ввели в школах пропагандистскую работу. Кроме этого, для подростков предусмотрены амбулаторные обследования. Наплыв пациентов – не единственная проблема центра психических заболеваний. С недавних пор беспризорники, поступающие на лечение, после реабилитации остаются жить в клинике. Никому из них не хочется возвращаться в траншейные люки. Поэтому администрация центра обратилась к министру с просьбой решить жилищный вопрос для этих детей. На сегодня у нас 13 детей в возрасте до 16 лет. Многие поступили к нам из детских домов сразу после ислей. Хотя стационарное лечение им уже не требуется, но проблема в том, что за ними попросту некому ухаживать и присматривать. Немалое число пациентов составляют любители азартных игр. Такую зависимость врачи тоже называют одним из видов психических отклонений. У нас в стране строго запрещены азартные игры. Но люди играют в подпольных местах или выезжают за границу на тот же остров Макао. Играют и в покер, и в рулетку. Многие в сети, в виртуальном пространстве. К нам поступают пациенты, которые, попав в долги, распродали все свое имущество, остались без семьи. Ведь этих людей волнует лишь выигрыш. А это уже психоз. Ежегодно центр предоставляет амбулаторное лечение 40 тысячам граждан. Стационарно лечится более 6 тысяч пациентов. Из них около тысячи с алкогольной зависимостью. Здесь используются три вида лечения. Медикаментозная, психотерапевтическая помощь, психологическая установка и социализация. Сейчас в аптеке центра 11 видов лекарственных препаратов, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения. Однако для приобретения более прогрессивных медикаментов требуется финансовая помощь государства.